Всем привет! Я хочу вам показать, как можно красиво обвязать кусок мяса или сала. Смотрите, у нас есть вот такой кусок сала. Мы отрезаем кусок бечевки в 3,5-4 раза длиннее вот этого куска. То есть складываем веревку вот так вот 4 раза по длине куска и отрезаем. Нашу бечевку складываем вот так пополам, кончики выравниваем. И один конец вот этой веревочки заводим под кусок. Протягиваем вот здесь внизу и вот здесь вот сравниваем кончики. Нижнюю веревочку вот так проводим. Выводим вот сюда, наверх кусочка. И вот эти две штучки перекрещиваем. Просто вот так вот берем, перехлёстываем крест-накрест. У нас получается вот такая система. Теперь переворачиваем кусок мяса или сала на обратную сторону. И у нас вот здесь мы же взяли отсюда бечевочку. Здесь что-то получается типа петельки. И мы заводим конец веревочки вот сюда под петельку. И вот так натягиваем. Видите, что у нас получилось? Теперь затем опять вот так переворачиваем кусок на другую сторону. Здесь опять внизу бечевочка. Бечевочка. Вот так вытягиваем её вот сюда. И здесь опять перекрещиваем. Вот кончик вот этот верхний вот здесь придерживаем пальцем. Опять переворачиваем. Кончик у нас вот здесь. Опять просовываем. Видите, вот как здесь получается? Вот мы же туда веревочку, вот она как идёт. Вот от этого перекрестия. Вот видите, через кусок, через кусок вот сюда. Вот и там она, мы её там перекрестили. И теперь смотрите, вот в эту как бы бесхозную петельку мы опять заводим свободный конец. Всё вот так натягиваем хорошо. Смотрите, у нас вот здесь два перекрестия получились. Вот здесь. Вот здесь можно поправить ближе к серединке, чтобы это было красивенько. И всё, и вот здесь завязываем узелок. Всё, сюда потом вставляем крючочек, и можно подвешивать, коптить, либо делать всё, что вам понравится. Давайте попробуем ещё раз. Четыре раза. Два, три, четыре. Вот можно чуть-чуть подлиннее. Делаем всё то же самое. Охватываем печёвкой весь кусок. Затем нижняя так и заводится. Вот здесь мы перехлёстываем наверху. Перехлестнули, вот здесь придерживаем. Переворачиваем вот сюда. Тот кончик оставляем вот здесь внизу. А здесь вылавливаем вот эту петельку. Вот так берём её. И натягиваем вот сюда, ближе к серединке. Вот что у нас получилось. Затем опять нижнюю вот сюда заводим. Вот здесь перекрещиваем. Переворачиваем кусок на другую сторону. Заводим верёвочку вот сюда. Можно сделать это несколько раз. Вот здесь попробуйте. Тогда верёвочку надо подлиннее отрезать. Вам может не хватить. Перекрещиваем. Видите, если я сюда подведу. Вот она почти у меня закончилась. Поэтому, чтобы два раза сделать вот такую красивую обвязочку, нужно делать верёвочку в четыре раза длиннее, чем кусок. Всё. Друзья, вот так. Очень просто, аккуратно и красиво получается. Пожалуйста. Замечательный способ. Сможет любой. И всем пока.